Всем привет! Меня зовут Андрей Константинов, и это мой видеоблог, посвященный джазовой импровизации. И сегодня мы с вами поговорим о доминант септаккордах. Я расскажу, как их построить, а также покажу вам лад, который обыгрывал доминант септаккорды. Называется он бибок гамма. Ну что ж, поехали! Доминант септаккорд это мажорный септаккорд. И строится он на пятой ступени любой гаммы. Давайте с вами возьмем гамму до мажор и построим в ней доминант септаккорд. Пятая ступень в гамме до мажор это будет нота соль. Давайте от ноты соль построим мажорное трезвучие. Это будут ноты соль, си, ре. Отлично. А затем прибавим к мажорному трезвучию малую терцию. Это будет нота фа. Вот мы с вами и получили доминант септаккорд. Прошу заметить, что звуки, которые входят в доминант септаккорд, они входят в мажорную гамму, которой принадлежит этот доминант септаккорд. То есть нет ни альтерации, ни дополнительных знаков. Какой же лад соответствует доминант септаккорду? Этот лад в классической музыке называется микселидийский. Он строится на пятой ступени мажорной гаммы. Что это значит? Например, в нашем случае гамма до мажор. Если мы будем гамму до мажор играть от ноты соль, это будет микселидийский лад. Послушайте, как он звучит. А далее, для того, чтобы у нас с вами получить бибоб гамму, нам нужно добавить вспомогательный хроматический тон между седьмой ступенью ноты фа и первой ступенью, это нота соль. Это будет фа диез. Теперь играем полностью лад. Вот мы с вами получили бибоб гамму. Обязательно играйте бибоб гамму от всех ступеней доминант септаккорда. У нас доминант септ соль. Это ноты соль, си, ре и фа. Я надеюсь, вам понравилось мое видео. Оставляйте ваши комментарии. Не забывайте подписываться на мой канал. Также присылайте ваши вопросы, для того, чтобы мы могли разобрать их в следующих роликах. Удачи вам в ваших занятиях. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok